Добрый день, друзья! С вами Федерация Судебных Экспертов. И сегодня у нас не совсем обычный видеодоклад. Тема у нас очень-очень простая. Первая реализация методики Центрального банка номер 432, которая действует уже последние 4 года. Реализация данной методики натурального возмещения поврежденного автомобиля путем его ремонта по направлению страховой компании. Что у нас произошло? Почему мы начали этот разговор? Да потому что наш сотрудник попал в ДТП. Страховая компания не знает, что этот человек является судебным экспертом-автотехником. И он лично на своей шкуре будет испытывать все прелести данной методики Центрального банка. Всем здравствуйте! Меня зовут Денис. Я сотрудник Федерации Судебных Экспертов. Эксперт-автотехник. Как мы знаем, некоторое время назад принято безальтернативное натуральное возмещение ущерба по ОСАГО. И также введены самостоятельные оформления ДТП на месте участниками. Так называемый европротокол. Никто не застрахован от такой ситуации. В том числе и судебный эксперт-автотехник. Поэтому, да, это случилось со мной. Произошло ДТП. Я в нем не виноват. А вы уверены в этом? А вам страховая компания докажет обратное? В мой автомобиль сзади приехала девушка, которая предположительно писала что-то на телефоне в этот момент, когда нужно было останавливаться. Повреждения не очень большие, но они присутствуют. И сегодня мы попробуем обратиться в страховую компанию для получения возмещения. И посмотрим за работой страховой компании, страховой экспертов, изнутри экспертов страховой компании, как они будут осматривать, как они будут описывать повреждения, как будет происходить оформление. И попытаемся прокомментировать происходящее. Кто с вами поедет? Оператор и начальник? Предположительно оператор, да. И руководитель отдела. Поедет, да, чтобы понаблюдать за процессом. План примерно такой. Какой? Надо осветить план, да. Да, мы осмотрим автомобиль предварительно, помоем его, и сами посмотрим повреждения, которые присутствуют на автомобиле, которые произошли в результате ДТП. А потом посмотрим, какие повреждения увидит эксперт страховой компании. И покажем ему пальцем, если он какие-то не увидит. Не забываем проверять у эксперта его полномочия, то есть наличие у него диплома технического эксперта. А то люди бывают с дипломом, не знаю, ботаника, да, проводят автоэкспертизу. Это раз. И во-вторых, какие-то полномочия о том, что он реально работает в экспертной организации. Потому что есть люди, которые работают не понять где. В штате, там, соответствующая страховая компания. Мы в любом случае попробуем это сделать. Посмотрим на реакцию эксперта, посмотрим на реакцию страховой компании. Представители страховой компании захотят ли они нам предоставить, предоставят ли они нам какие-то документы. Ну, в общем, понаблюдаем, сделаем какие-то выводы. И я так понимаю, что возможно, у истории будет продолжение в зависимости от результата. Возможно, нас отправят на ремонт. Возможно, будет натуральное денежное возмещение. И мы сможем посмотреть, насколько правильно произведен расчет страховой компании. А если нас отправят на ремонт в какой-то сервис, то мы сможем оценить качество проведенного ремонта. Технология в практике. Все, друзья, до свидания. Ждите продолжения. До свидания.